Любая сумма, которую ты вносишь в МПО, она страхуется боевой долей земли, вот та, которая в собственность в МПО, без отчуждения. Тебе предоставляется на эту сумму сегодняшнее... Без отчуждения. Ну, а собственником это остается ФБО, но в случае, если оно не может вам дать деньги, ребята... Да, она фюрит. Так вот, на сегодняшний день один квадратный метр 616 рублей. Вот 30 тысяч денег 616, сколько квадратных метров у тебя получается. В договоре все это четко прописано. Договоры я для ознакомления предоставлю. Кто управляет, вот, то есть, грубо говоря, вот собрали... По электронке, может, по-своему. А кто управляет, то есть, грубо говоря, вот собрали там определенную сумму денег нам спайщиков, да, решили вложить, ну, в завод, да, там, сейчас там по воде, либо еще какой-то, да. То есть, на этот завод есть какой-то бизнес-план, то есть, и кто будет управлять всем этим проектом. И бизнес-план, и маркетинг-план, и любые вот эти вот вещи решают... То есть, чтобы понять прибыльность вообще вот этого мероприятия, скажем. В смысле, прибыльность завода? Да, ну, собрали вы полмиллиона, ну, к примеру, да, полмиллиона рублей. Начали строить, решили вложить эти деньги в завод, там, по воде, да. То есть, ну, есть, ну, элементарная там какая-то рентабельность, прибыльность, то есть, грубо говоря, вот 500 тысяч, там, сколько надо туда вложить вообще денег, да, с какого момента оно на счет давать прибыль, и когда, соответственно, эта прибыль опупится, то есть, ну, чтобы для этого понять вообще реальность. То есть, экономическое обосновывание, ну, да, экономическое, что это будет все реально, допустим, что, ну, деньги реально появятся на выплаты, там, ну, вот это. Ну, смотри, естественно, любая инвестиция, это сама по себе уже риск. Ну, да. Если посмотреть словаре, инвестиции, это рискованное умножение инвестиций. Понятно, но этот риск хочется реально оценить. Здесь риск минимальный за счет чего? Ну, то, что, собственно, юридический отдел, экономический отдел, ВПО есть, это уже понятно. Все это просчитывается. Потом на, только на совете пайщиков, в данном случае директоров, ну, вот это самое, принимается решение о том или ином направлении исследований. На совете всех пайщиков возле их 500 человек будет? Нет, не всех пайщиков, а директоров, ну, вот понятия. А директора как будут назначаться? Директора назначаются регионам только после соответствующей сертификации. Что они с сертификацией? Обучение, сдача экзаменов. А вот нам, чтобы получить доступ к этой сертификации, к сдаче экзаменов и к обучению, мы должны показать определенное количество пайщиков от региона, определенное количество товарооборота, сумма фиксированная. И потом меня должен кто-то порекомендовать из тех пайщиков, директоров, которые уже в статусе директоров. Я так понимаю, что ты у нас будешь, да? Да, меня выдвинули, как ты сказала, по морде лица. Ну, у тебя... Товарооборот вот этот показатель, он здесь откуда возьмется. За счет взносов пайвы. Пайвов взнос это единоразовый. Взнос один раз в жизни он делается. Пайщиком физическим лицом в размере 3,5 тысячи рублей. Юридическим лицом в размере 8,5 тысяч людей. То есть, помимо физических лиц, в КМПО может входить юридическое лицо. Естественно, у юридических лиц совершенно другие финансовые товарообороты. А поскольку первый, основной момент, за счет чего привлекать стали людей, сюда в ноябре прошлого года это все началось, тех, кто имеет кредиты. То есть, форма была именно нацелена на раскредитование. Проанализировали более 90% во всех регионах России, ну, по России вначале, что люди закредитованы, как люди, так и юридические лица. Ну да.